Я родился в очень бедной семье. Учился из рук вон плохо. Иногда дело не в том, кто работает больше, а кто это делает умнее. Когда я был молод, то очень часто жаловался, потому что думал, что все возможности заполучил Билл Гейт со своим Майкрософтом, Стив Джобс и все эти парни. Хочешь парить? Учись у тех, кто умеет учить. Привет, с вами Эван, я верю в вас, а этот канал создан для того, чтобы шаг за шагом привести вас к успеху. Сегодня мы наберемся опыта от одного из лучших учителей, это Джек Майя и его советы, меняющие жизнь. Наставляй меня, Джек. Итак, совет номер один, привыкни к отказам. У меня было множество провалов. Забавно, но даже выпускной тест в начальной школе я умудрился провалить два раза. И еще три раза в средней школе. В университет я не мог поступить три года. Тридцать раз я пытался устроиться на работу, но везде получал отказы. Я пошел в полицию. Мне сказали, нет, вы нам не подходите. Я даже пытался устроиться в KFC, когда они открылись в моем городе. Двадцать четыре человека подали заявку. Двадцати трех приняли. Меня нет. И так же с полицией. Нас пришло пятеро, четверых приняли. Я один получил отказ. Так что для меня отказы привычное дело. Кстати, я еще не говорил, что я в Гарвард заявление подавал. Все десять раз мне отказали. Я знал, что так будет, но теперь они жалеют, несомненно. Думаю, нам нужно привыкнуть к этому. Что не настолько мы хороши. Даже сейчас немало людей отказывают нам. Не думаю, что в этом мире найдется много людей, которым отказывали больше тридцати раз. Но нас отличает то, что мы не сдаемся. И этим мы похожи на Форест Гампа. Мы продолжаем бороться. Меняться. И мы не жалуемся. Неважно, успешным мы или нет. Есть люди, которые, совершив ошибку, опускают руки и решают больше никогда не возвращаться к этому делу. Если человек только страдает. Да, тут я налажал, там ошибся. У него нет шансов. Совет номер два. Готовься к будущему. Такие, как я. А я родился в очень бедной семье. Учился из рук вон плохо. Завалил все возможные экзамены, сам не знаю почему. Но позже я осознал, у меня нет денег. Нет технологий. Нет надежной опоры в виде богатых дядюшек. И единственный мой шанс конкурировать, это смотреть на 10 лет вперед. Поверить, что через 10 лет мы можем достигнуть своей цели. И все делать ради этого. Подготовиться настолько, насколько это возможно. Потому что я знаю, что если решу конкурировать с ними в следующем месяце, у нас нет никаких шансов. Да, это непростое испытание. Но это также и возможность. Возможность для таких, как мы. Самое сложное в этом мире убедить в чем-то успешных людей. Скажи кому-то, это отличная возможность. А тебе ответ, ну да, ну да, как же. Я уже 30 лет этим занимаюсь. Но такие, как мы, намеренно ищут возможности, чтобы выжить. Поэтому мы сделаем все, чтобы быть креативными. Так что 30 лет, это возможно для нас. И испытание для тех, кому за 60. Потому что, если им уже 60, никакой дискриминации, просто для них это сложно. Совет номер три, работай умно. Кто работает больше? Сотрудники eBay или сотрудники Alibaba? Иногда дело не в том, кто работает больше, а кто делает это умнее. И вы хотите сказать, что работаете умнее, чем eBay, так ведь? Полагаю, да. Полагаете, да, окей. Потому что, знаете, думаю, нам очень повезло. Люди говорят, да, вы очень усердно работаете. Это так. Но в этом мире очень многие люди работают усердно. Когда мы выходили в IPO, я сказал своей команде, почти все вы сейчас миллионеры, очень богаты. Но 15 лет назад, кто мы были? Нам было так сложно нанять хоть кого-то 15 лет назад. Хотя бы кого-то более-менее сносного. Человек просто по улице идет, мы нанимаем его. Потому что никто даже не верил в интернет, ни на секунду. И они присоединялись к нам. Но те, кто верили, были умные, и они устраивались в другие компании или основывали собственные. Наших же людей никто нанимать не стремился. Они остались и стали успешны. И именно благодаря им мы существуем. Боремся и никогда не сдаемся. Мы верим в нашу общую мечту. Совет номер 4. Смотри на трудности, как на возможности. Сегодня мир полон трудностей и возможностей. 2000 лет назад мир был полон трудностей и возможностей. И я уверен, еще через 2000 лет мир по-прежнему будет полон трудностей и возможностей. Все зависит лишь от того, как ты на это смотришь. Кто-то воспринимает трудности, как возможность. Молодежь говорит, у нас нет никаких возможностей. И когда я был молод, я очень часто жаловался, потому что думал, что все возможности заполучил Билл Гейтс со своим Майкрософтом, Стив Джобс и все эти парни. Для нас нет работы, не осталось ничего масштабного. Что могли бы делать мы? Но я думаю, возможности всегда проистекают из трудностей. Всегда созревают из неудовлетворенности. Если вы умеете преодолевать трудности, вы будете успешны. И с чем большими испытаниями вы способны будете справиться, тем больше обретете возможностей. И последний, пятый совет перед специальным бонусом. Меняйся. Когда я только начинал, а это настолько сложно основать малый бизнес в Китае, у меня ушло пять месяцев, чтобы заработать пятьсот долларов. Это глупо. Бессмысленно. И у меня не было никакого представления о том, как вести бизнес. Когда я хотел зарегистрировать компанию с приставкой интернет, сотрудник отдела регистрации сказал, такого слова даже в словаре нет, как вы собираетесь интернет зарегистрировать. Выберите другое название. И я спросил, но какое? И он ответил, компьютерная компания. А я и знать не знал ничего о компьютерах. Так моя первая компания стала называться компьютерная компания Ханчжоу Хоуп. Было тяжело. Без каких-либо технических знаний, без какого-либо представления о компьютере. И я упорно работал все эти 15 лет. Я сравниваю себя со слепцом, оседлавшим слепого тигра. Все знатоки, ехавшие на лошадях, давно погибли, а мы все еще живы. Потому что беспокоимся о будущем. Мы верим в будущее. Мы растем и никогда не останавливаемся на достигнутом. Кто являлся вашим кумиром? Мои кумиры? Да. Моя мечта родилась 14 лет назад, когда я приехал в Америку, в Силиконовую долину. Я слышал все эти звуки, видел дороги, заполненные машинами, видел небоскребы, огни. Так во мне зародилась страсть. А мой кумир – это Форест Гамп. 14 лет назад. Может, шоколадную конфетку? Вы же в курсе, что он вымышленный персонаж? Мне очень нравится этот парень. Я пересматривал этот фильм 10 раз, и каждый раз, когда я расстроен, я смотрю этот фильм. И перед тем, как приехать сюда, я снова посмотрел его. Я говорю о поездке в Нью-Йорк. Я пересматриваю этот фильм, и каждый раз убеждаюсь, что не важно, что с тобой происходит. Ты всегда должен оставаться собой. И спустя годы я все тот же. Хотя 15 лет назад я зарабатывал 20 долларов в месяц, а сегодня моя зарплата значительно выше. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...